Здравствуйте, дорогие товарищи! Вот мы с Игорем Александровичем сидим, но речь идёт про водородную воду, кто не в курсе, про эти персональные генераторы водорода и свободных электронов, ну, об этом сейчас пойдёт речь, а точнее пойдёт речь, и почему мы решили это видео записать, о не просто подделках, о подлости человеческой, о мошенниках конкретных, которые и в России орудуют, и на Украине, и не только, о тех, кто передирает нашу информацию, о тех, кто врёт вам, покупателям, что в приборе аналогичном типа есть какой-то некий структуратор, мы сейчас вам покажем и расскажем, что такое структурирование воды, почему в персональных генераторах водорода и свободных электродов, стаканах, вот таких приборах-стаканах, теоретически даже не может быть никаких структураторов, что это ложь уже только по этой причине. Кстати, если видите приборы с трубочками, дышать типа вот из таких, из колб, из персональных генераторов, сразу не берите, то есть вообще не общайтесь с этими людьми. Ну что ж, Евгений Александрович, давайте расскажите, что вообще произошло буквально вчера-позавчера, что вы даже специально приехали и решили вот это видео сейчас снять, и потом поговорим про структураторы, вот эти, что почему их нельзя разместить в колбе, ну и про обман, чтобы люди не попадались на эту подлую ложь. Да, Юрий Андреевич, вы всегда в своих видео обязательно акцентируете на то, что остерегайтесь дешёвых подделок, оригинал только у вас, и я всегда, честно говоря, так относился к этим... Ну, избитая фраза как бы. Избитая фраза, да, я думал, ну кто же подделывает, неужели найдутся такие? И вот, представляете, нашлись, позвонил мне ваш слушатель, знающий человек, молодец, толковый, и он мне говорит, вот, Игорь Александрович, на сайте одном нашёл, российском. На Авито, да? И в Авито. А, и в Авито ещё. А, ещё сайт. Да, и в Авито я нашёл, значит, вот, кто продаёт эти приборы, значит, название H2 Genius, а на Авито вообще UVPM, запятая H2 Genius. То есть, они даже специально сволочи наше название взяли, ну, чтобы люди, кто ищет, есть же хитрецы, которые подешевле хотят, и думают, на грош пятаков купят, мол, такое. А эти знают, это прекрасно, психологию некоторых таких людей, и они под это дело подбивают, то есть, они за чужой счёт хотят нажиться, и они заказывают похожие внешние приборы за границей в Китае, что-то новое туда типа добавляют, хотя ничего там нету, и, ну, вот как по структурированию мы сейчас поясним, а люди на это клюют и покупают дешевле, потому что. Да, ну, я хочу сказать, значит, прямо вот на трёх сайтах, да, один украинский, один российский и плюс Авито, да, ну, вот у них, как под копирку, там, ну, нескольких слов меняюсь, ну, вот что они пишут, H2 Genius – это устройство, которое объединяет в себе две технологии – генерацию водорода и структуризацию воды. Это эксклюзивный продукт без аналогов среди японских, корейских, китайских и европейских производителей. Сильно звучит уже. Технические характеристики H2 Genius – 18 слоёв платинового поляна. Врут сволочи уже, такого быть не может вообще, и это не нужно просто. Это полный вперёд. Использование титанового войлока, титановые сетки в конструкции, структуризация воды с помощью неодимовых магнитов. Кипец просто. И формула, да, на НД, феррум, бор. Технология Nano Bubbles, значит, отсутствие бисфенола и так далее. Характеристики пишут независимая экспертиза H2 Analytics. Это где такая экспертиза? Это в Америке, это наша. Показала результаты тестирования прибора. И прям таблица вся с нас слизана. Но, значит, украинская продавец, она ещё дальше пошла. Она пишет, что процесс структуризации происходит одновременно с генерацией водорода. Это возможно благодаря гениальной технологии с использованием неодимовых магнита. Давайте, Юрий Андреевич, объясню зрителям про эту гениальность и гениальность ли это. Ну, во-первых, вот на сайте вашем продаётся вот такой структуратор воды, он же активатор водных кластеров. Или камера Шаубергера, по-другому. Внутри здесь действительно находится неодимовый магнит 10 тысяч галов. Вот, смотрите, да, Юрий Андреевич, нож приложил. Вот, нож прикладываем, он держится. Потому что там магнит внутри, и он пробивает через эту оболочку. Я в переписке попросил у продавца из Авито приложить скрепку хотя бы к крышке или основанию, как они пишут, чтобы показать, что она примагнитилась. Он говорит, нет, не магнитится. Как же так? А может быть, он спрятан где-то. Я, как человек, который знает от и до конструкцию, со всей ответственностью вам заявляю, ни сюда, ни сюда невозможно поместить вот такой магнит, чтобы была мощность соответствующая, потому что здесь просто всё забито, здесь габаритов нет. И потом выйдет из строя, и даже работать не будет электроника, определённой платы и так далее. Потом, как поле статическое, просто не контактируя с водой, может структурировать воду? Вы вообще понимаете, как это происходит? Им придётся объяснить сейчас. Внутри здесь есть магнитное поле. Есть некая матрица, которая эталонная структура. Вода, проходя через определённые витки по внутренним трубкам этого прибора, обрабатывается магнитным полем, который передаёт эту информацию на проходящую воду. Причём скорость потока определённая, она ограничивается диаметром. Ну, формулы показываем. Да, там целые формулы существуют, как всё это происходит. И тогда на выходе действительно структурированная вода. Кстати, а то забуду, скажу сразу, что там есть проточные системы. То есть, не персональные такие стаканы, а проточные, большие. И вот Аквадок, уникальный такой прибор есть, в нём уже в единственном мере встроена вот такая камера Шауберга, структуратор внутри. То есть, там она выдаёт не только отрицательную воду ВВП, не только водородную воду, наличие избыточного количества от нормы, условный молекулярного водорода в воде, но ещё и делает воду структурированной. Таких приборов больше нет. Вот что такое структуратор. Он может быть меньше пропорционально, теоретически можно сделать больше. Там меньше воды будет проходить за единицу времени или больше. Но это вот такая вот структура. Здесь мест, куда... Вот нижний блок, он всегда занят электролизным блоком, батарейкой. Там вообще ничего вместить нельзя. Потом, тут нет протока, тут мотора нет. Тут толкает давление какое-то, которое у вас, ну, допустим, подходит вода, там уже скважина его толкает, там водопроводный мотор общий, городской, или вашей скважины котельной. Здесь нечему толкать воду. Как она пройдёт, чтобы структурироваться? А крышка всегда у всех пустая. Это у нас тут встроенный вот этот мощный светодиод, батарея, соответственно, опять-таки аккумулятор, зарядная часть. Юрий Андреевич, минимум 2,5 атмосферы давления по паспорту должно быть. Ну да, нет, ну там вроде бы и меньше, но это... Юрий Андреевич, что хочу сказать. Вот пишут некоторые продавцы, вот и эти, в том числе, о структурации воды. Но никаких доказательств они не представляют. Так они сами не знают, что это такое. Они не знают, что это такое. Потому что это на самом деле речь идёт о размерах кластера воды, но это частотная характеристика. Определяется установками ядерного магнитного резонанса в Корее, которая это производит. В старейшем корейском университете со сложным названием я запамятовал, честно говоря. Но есть гистограмма, показывающая, что 48 Гц... Выдаёт. ...частота вот этой структурированной воды. Ну, японская ассоциация изучения воды определила, что должна быть не более 90 Гц питьевая вода, 80 Гц хорошая вода, 70 превосходная. Здесь 48. Что будет, если сюда... Ну, это смех. Это бред. Это обман в чистом виде. То есть, знаете, что эти мерзавцы, а мы покажем кто, это мошенники классические. Ну, опять же, по описанию, 18 слоёв платинового напыления. Ну, это вообще ни в какие ворота не лезет. Это так. Продавцы недобросовестно уже не знают, чем завлечь покупателей. По сути, если вот натянуть это, должно быть 6 слоёв. Вот если так, честных только 6 слоёв. Потому что, ну, объясните, почему. Я, когда вот началась вот эта вот гонка, 4 слоя, 6 слоёв, 7 слоёв, 9 слоёв. Сейчас уже 18. Ну, эти пишут. Можно и 50 написать. Почему не написать? Я заводу, который делает это, задал вопрос. Что значит 6 слоёв, как в нашем приборе, напыление платины на медицинский титан? Это значит, что на одном электроде с одной стороны и с другой, на втором электроде с одной стороны и с другой, и протонообменная мембрана, которая между ними, тоже с одной и с другой стороны. Итого 6 слоёв. Не может быть 18. Это чистый обман для завлечения неискушённых покупателей. Вот такой вопрос, что они должны быть действительно сплошняковым слоем покрыты, чтобы он не прерывался. Они пользуются тем, что берут дешёвые и изготавливают в основном на разных заводах подделки такие, что там просто есть напыление даже, чтобы по документам прошло. Но оно не сплошняковое, прерывчатое, тонкомолекулярное, а не определённого должного слоя. Вот тут вопрос в толщине слоя ещё идёт, на который, конечно, никто никогда это не сможет проверить из простых людей. Безусловно, это чисто только, ну что называется, на веру или по документам. А что можно ожидать от людей, у которых здесь типа встроенный структуратор, да, или там 18 слоёв, или которые просто берут и копируют всю информацию с чужого сайта. Вот вы сами, дорогие друзья, как назовёте таких людей? Подонками и мошенниками, я так полагаю. По-другому их назвать нельзя. Значит, всё понятно, что кто это такие? А вот кто это такие? А вот кто это такие? Елена Андреевич, ну и последнее. Значит, гвоздь программы, да, это концентрация водорода. Вы знаете, как мы с Юрием Андреевичем меряем, ставим прибор, ставим воду дистиллированную, или я ей привозил даже нулевого остатка соли и ТДС-0, да. Вот. Наливаем эту воду, капаем капли, показываем. Ты чего-то говори в этот период, чтобы в реальном времени всё это шло. Что эта вода сразу посинела у нас, да. Что мы наливаем воду свободную от водорода. Мы налили, мы включили, идёт 10 минут непрерывной генерации, в это время мы рассказываем про этот прибор. После этого мы, не прерываясь, начинаем каплями мерить. И видим, наши зрители видят, что правда, никакой компиляции, никакого монтажа. Вот что получилось, то получилось. Сколько там было, 46? Кстати, вот когда была премьера прибора год назад, да, я дома на нём сделал, у меня 53 капли было. Ну, это от воды зависит. Я думал, что будет так и Юрий Андреевич, а оказалось 40, я очень расстроился. Но мы не стали, мы не стали там натягивать это там. Ну, как показали, как есть. Как показали, как есть. Здесь... Нет, нет, тут очень важно сказать, точный замер всё равно ни капли показывают. Там не учитывается весь водород суммарный. Конечно, конечно. Это может только газовый хроматограф сделать. Газовый хроматограф. А таких вот лабораторий, где изучают воду и могут сделать по воде вот такой полный анализ, это вот в США есть и в Японии. И в Японии. По водородной. Да, по водородной. Мы делали где? Мы делали в США. Самый главный. И там какой показатель был? Там 6,61 ppm. Это истина, то есть это то, что точно. Это точно. Они дали бумагу американскую. И бумагу. Но она, пожалуйста, в свободном доступе. Она есть у нас под товаром на сайте nadgard.ru, продукт от Фролова, в разделе приборы по воде. И где вот этот прибор у ВПН, там есть под ним. Скачать дополнительную информацию. Там есть этот документ. Так. Ну, они показывают, значит, и в YouTube, это есть информация. За 2 минуты ролика они накапали. Это вот это вот. Они и генерацию сделали, и накапали 71 каплю. Ну, 71 каплю. Ну, это просто смешно. Это смешно. Я переписку ввел с Авито. Я переписку ввел с Авито. Спросил, могут ли они продать на организацию с документами. Так. Он сказал нет. Есть ли у вас сертификат российский? Да. А зачем вам? Нормально, да? Для того, чтобы удостовериться, что прибор... Хоть как-то прошел где-то. Да, что прибор безопасный. Значит, ну, в ответ нагрубили меня, да? Ну, не буду это, так сказать. Юрий Андреевич, вспомнили. Не буду я это передавать. Это те мошенники, сейчас, извините, которые уже 6-7 лет. Вот сколько мы занимаемся. У нас эволюция была, что называется, там спайна еще до этого. Там Ажо Мэйджик и вот Аквапен там и Неопен и прочее. И вот эти все граждане, вся эта троица, ну, там раньше была чуть большая группа этих мошенников, они там и на заводы писали, и хотели там брать и под себя что-то там заказывать. И все сволочи паразитируют на моих видео, на моих построении речи, на акцентах важных, которые до меня никто не делал никогда. Просто это чистые паразиты. Ну, вот как они общаются со своими клиентами, зрителями. Значит, человек пишет, на мой взгляд, очень правильно. Поставьте рядом обычную воду и капайте в нее так же, чтобы показать разницу, а так это лохотрон. Правильно. Ответ. А это мерзавый? Поставьте и накапайте в своем канале. На моем канале адекватные люди с базой знаний, вы ошиблись. Она называется базой данных? Ну, вот об этом человек пишет. Похоже, ваша база знаний прогнила. Вы должны показать отличия, а не показывать, как водорастворимые чернила растворяются в воде. Ну, это ладно, да. Лохотрон, он и есть лохотрон. Багаж знаний, похоже, ваш багаж остался в багажнике, а нужно было его держать в голове. А сейчас, внимание. Я никому ничего не должна. Что хочу, то и снимаю. Это мой личный бизнес. А если ты русский, то я тебе могу только яду продать. Игорь Александрович, скажи, а что это за… Откуда это все началось и когда? Ведь это много лет назад. Это та же самая… Откуда? С Украины, что ли, дамочка? Да, она с Украины. И история знакомства наша с ней имеет очень много лет уже. Я правильно помню, что вся ее история, вот эта работа с приборами генератора Вару основана на том, что она все время копировала тексты наши, всю информацию, пыталась находить с другими, объединяясь, такие же приборы заказывают партии, похожие. Да, и ключевые слова, если посмотреть для продвижения сайта, YouTube, все содержат, так сказать… Теги. Были у нас аквапены когда? Хеллоби, аквапем, опем, все там. Все там есть. Фролов там, это пайна, там вот это все. Все это вот таким образом. Ну, то есть, чтобы некоторые, кто хочет найти что-то подешевле и типа то же самое, они будут искать где-то, а они их переманят таким образом. Вот на этот у них, у мошенников и воров, а это по-другому их не назвать, и расчет всегда был и есть сейчас. Как ее зовут, кстати? Ее зовут, звали раньше Елена Мироненко, а сейчас Олена. Олена. Олена Мироненко. То есть, в новом воплощении она, да, пришла? Да. Понятно, молодец. Ага. Ну, и что она там пишет? Как она позиционирует эти приборы? Что, типа, это их изобретение? Нет. А как? Что они, значит, дистрибьюторы, что они, значит, вот это гениальное изобретение, нет аналогов нигде, ни в Европе, ни в Азии. Вот таким вот образом. Молодцы. Круто. Теперь пару слов про молекулярный водород, экспрессию генов, кое-что. Вот послушайте еще то, что мы потом подписали еще, ну, доп. информацию вам. Юрий Андреевич, и вот я хочу до наших зрителей ваших подписчиков донести такую вещь. Вот некоторые хотят продавцы, да, с помощью лжи, как мы сейчас только что выяснили, да, повысить потребительскую стоимость своего товара с помощью прибавлений каких-то функций, которых нет ни у кого. Что я хочу сказать, Юрий Андреевич? Водородных приборов главное – это концентрация молекулярного водорода. Почему? Потому что водород – сильнейший антиоксидант. Водород, кроме того, что он нейтрализует свободные радикалы и таким образом лечит огромное количество болезней или может помогать в лечении, водород также может положительно действовать опосредованным способом. То есть, выполняя функции сигнальной молекулы, которая увеличивает экспрессию генов, которая может влиять на различные биохимические процессы, которые могут помочь в преодолении тех или иных недугов. Вот для чего нужен молекулярный водород. ОВП. Некоторые ОВП, ОВП. Это всё вторично, десятирично. ОВП вторично. Да, у нас, как правило, отрицательная водная среда в организме. Нет, это всё нужно, это правильно, только это дело десятое. Это дело десятое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА